Продолжение следует... Продолжение следует... Семинары будут идти по выходным, субботу-воскресенье, а между ними в течение недели мы придумали такую интересную идею, как каникулы с Сашей. И выбрав красивые страны, такие как Грузия, например, да, сейчас мы комплектуем Грузию, вернее уже практически комплектовали ее, мы едем туда большим составом, мы берем близко 30 человек, будем все вместе жить в одном отеле, делать семинары именно друг с другом. Эдгар к нам присоединится, будет именно давать частные какие-то уроки, вместе будем разбирать, ездить на красивые места, есть по вкусных ресторанах, все включено будет абсолютно, все экскурсии, по музеям, по старинным местечкам, делать фотосеты. И в конце у нас будет с вами праздничный гала-ужин, и будет медитация на высоте на горе Казбеги, мы будем ездить по святым местам, да, заходить в православные храмы, очень-очень-очень будет светлая, хорошая, добрая поездка. Присоединяйтесь. Так, Эдгар у нас не смог присоединиться только что, я попробовала, что-то пошло не так, пробуем еще раз. Вот, и вот поэтому я вам очень-очень-очень рекомендую успеть последние местечки ухватить, я знаю, что там вот, ну, не спрашивала после майских, есть у нас в Грузии еще места или нет, но вы можете, пройдя по ссылке в шапке моего профиля, нажать на клык на Грузию и посмотреть, есть ли там еще места или уже нет. Эдгар, едем в Грузию-то? Да, конечно. Там будут такие процессы интересные, мы будем, я туда уже возьму вот эти новые процессы на осознавание, то есть гора Казбег, она сама по себе такое место силы, очень мощное в Грузии. В гра мы походим, посмотрим, да, то есть помолимся, это же очень наша молитва, да, но только молитву мы будем молиться не просто, ну, как, а именно на осознание. Ну, кому опять же это надо, да, кто-то, может быть, атеист и говорит, а зачем мне это надо, идите вы, то есть, пожалуйста. Цены и всю информацию подробную, что включено, что не включено, подробную программу и расписание вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в шапке моего профиля. Как только закончится эфир, вы пальчиком тык и читаете всю-всю-всю информацию. Ну что, давайте еще пройдемся по вашим вопросам. Так, Эдгард, вот скажите, если ребенка тошнит часто от еды, 10 лет, что это может быть по психосоматике? Ну, тошнит это я переживаю, я пережевываю, да, то есть переживаю, вот эта тошнота постоянно, это мои переживания. Надо смотреть, что угодно. Когда вы, например, в сильном переживании, в сильном стрессе, вы съедаете кусок, вас может вырвать, да, когда вот какое-то серьезное переживание, узнали новость о том, что, не знаю, заболел близкий человек или угрозит увольнение, да, какая у вас реакция будет, у вас кусок в рот не полезет, да, в первое время, вам будет плохо. Может быть, у него такое состояние, близкое к такому. Что-то произошло в школе, да, 10 лет мальчику. Да, какие-то вопросы, которые у него вот в данный момент, самый умный мозг, самый умный мозг, это мозг живота. Хорошее такое выражение есть, говорит, почему, да, потому что он, его стошнить может. Этот мозг не стошнит, а этот может. Поэтому все страсти, все вот эти моменты, это же живот, да, не жалеет живота своего. То есть все, что происходит, происходит в животе очень. Такие основные моменты, так называемые эти 5С, да, душа в пятки ушла, еще что-то происходит. Это как раз вот живот. Где-то он сильно переживает, где-то он испугался чего-то. Беседовать, да, с таким малышом надо, разговаривать. Если нет возможности, ну, сделать, например, консультацию с психотерапевтом. Но психотерапевты, по моему опыту, я очень часто привожу своих детей. Вернее, когда мне нужно было это, да, я приводила. Сейчас просто уже сгладились все и уже не так часто требуется, но хотя иногда требуется. У меня на сайте есть специально 3 видеоурока. Для, вот там, они артерапийные, очень интересные. И они дают возможность ребенку, да, не каждый ребенок пойдет там в медитацию, да, не каждый ребенок там что-то сделает. Но опять же, если вы начнете с ним это делать сами, да, то есть не просто там, садись, я тебе сейчас медитацию включу. Кто-то, у кого-то и так получается. А если вы начнете, они такие игровые, но они очень глубокие. Вот пусть он там создаст своего защитника, второй видеоурок, или там обидки свои посмотрит. В первом, вот ты делала же Макару, да? С Макаркой, да. Да, то есть он же, вначале же он тоже не хотел это делать, да? Нет, они не хотят, пока ты не с ними. Вот ты ему просто подсовываешь, я ему ссылку присылаю, Макар не забудь перед сном сделать медитацию. Конечно, он забывает. А если я жду с ним вместе и вместе делаю. Знаете, меня удивляет, как люди иногда готовы вместе ездить по врачам, стоять в очередях, звонить, искать лучших там докторов, но не готовы вместе с ребенком пойти, зайти в его психологические какие-то страхи. Хотя знают уже, понятно, на сто процентов, уже врачи об этом трубят, что психологическое состояние напрямую связано со здоровьем. Поэтому зайти туда параллельно, не забывая, конечно же, о физическом теле, да, мы не отметаем доктора. Конечно, конечно, конечно. Но параллельно сделать вот это тоже очень важно, поэтому ходите с вашими детками, если есть проблема, ваш святой долг и обязанность как родителя помочь ему, а не остаться в стороне. Это как если привезти его в больницу и сказать, ну иди там вот в кабинет 225. Или к дяде к психотерапевту привезти, себя ответственно снять, вот дядя психотерапевт знает. И как раз задача-то вот моя научить, чтобы родитель был не только психологом для самого себя, да, но и психологом для своего ребенка, там, ну там нет каких-то трудностей больших. Час просто сесть и потратить время. И самый главный момент, эти видеоуроки-то, в принципе, и заказывали вот именно женщины, которые хотели это сделать. Они просто есть, они вот, пожалуйста, цена у них там бешеная, ну, кружка кофе, по-моему, 250 рублей, что ли, что-то такое. То есть это, да, то есть это просто нужно взять и сделать, научить себя и дать возможность своему ребенку просто осознать эти обиды, чтобы он осознал, что эти обиды как раз дают ему энергию для его, для его движения вперед. Здравствуйте, расскажите со зрением, вот если можно, зрение-то я не хочу видеть. Да, причем ты знаешь, Эдгар, там же зрение есть плюс и минус. Вот, например, у моей Василисы очень сильный минус. То есть человек не хочет смотреть вдаль, он размывает свое все дальнее, он боится смотреть в будущее, правильно? У него что-то там страшит, что-то какая-то неизвестность, пугающее. И я заметила, что у моей Василисы это появилось ровно в тот момент, когда мы с ее папой расходились. Да. Ей было, видимо, страшно. Потом у нее, значит, выровнялся этот момент со зрением, оно перестало падать. Потом смотрю, как переехали в Америку, опять оно чуть-чуть начало ползти вниз, там, да, какие-то там минус 0,25, еще минус там 0,5 добавилось. То есть понимаю, что ребенок переехал, он опять боится, не понимает, что там в будущем. Потом долго-долго стабилизировалось, даже в какой-то момент я прям смотрю, ну, не ухудшается. И сейчас, когда у нее начался подростковый период, полный вот этого вот опять страхов, неуверенностей, ну, скачков эмоциональных, опять смотрю, уже это просит, линзы чуть-чуть там опять снизилось зрение. То есть я прям четко отслеживаю, что это происходит именно в конкретных периодах, когда ей страшно смотреть в будущее. А когда плюс у деток, да, например, или у человека, то это, наоборот, нежелание видеть что-то возле своего носа. Да, 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 да. Какая-то ситуация под носом, происходящая ежедневно, то есть в семье кто-то ей и вам раздражает, вы не хотите просто стираете его и не хотите это видеть. Какие-то напряженные отношения с мамой и папой, как папа, например, на маму орет, как они там расходятся, или какая-нибудь свекровь, то есть что-то, что ребенка постоянно... Вот еще очень такой аспект, вот как зрение может у ребенка падать, да, вот, ну, очень часто происходит в семье, особенно когда плюсовой, ну, вот момент, да, когда мама раздражает папу, ну, то есть пилит его, пилит, ну, поджуживает, да, и когда папа начинает уже, ну, то есть довела, скажем так, до ружи, все намотала, скажем, пружину, да, и пружина начинает разворачиваться в другую сторону, она берет ребенка и начинает им как щитом прикрываться. А вот посмотри какой у тебя папа А вот посмотри какой у тебя папа А вот посмотри Туда И ребенок не хочет это видеть Для него папа Особенно для девочки папа это папа Это все А вот посмотри А глаза бы на тебя не смотрели Эти моменты Это как С детьми до двух лет Опять обосрался Обкакался опять в штанишке, да взрослый мальчик опять в штанишке накакал, да? То есть он слышит только в штанишке накакал. У меня, наверное, было, ну, мальчишек, по-моему, человек пять, и девочек, наверное, человека три-четыре, которых приводили в шестилетие с колитами. Ребенок осознает, да, начинает себя винить за то, что он обкакался, и начинает держать, сжиматься. И происходит... Да, и так включается биологический прогресс, так даже не биологический, это сценарий уже, то есть это плохо, меня вгнят. Ну, смотри, даже я знаю, что запоры, например, это когда человек не может выпустить какую-то ситуацию, он не хочет отпустить что-то, он держит в себе. Запоры – это жадность. В том числе. Это не в том числе. Запоры – это... Если это после, там, скажем, 14 лет – это жадность. Если до 14 лет – там надо смотреть. Там, потому что, да, там могут быть обвинения, либо где-то он там, ну, какнул, обкакался, трусики себе, знаешь, как за... Как это называется? Ну, пачкал. Запачкал, да. Особенно, если это девочка, там, нечаянно, да, там, какие-то моменты, и ее пристыдили, там сразу 100%. Ну, там это оттуда. Стыд, особенно девичий стыд, мальчишечий стыд, да, как это происходит, какие-то аспекты, а дети же, они еще сами по себе интересные. Я говорю, ну, давай вот отдадим, вот нас уже смотрит очень много родителей. Вот, предположим, родители замечают, что ребенок марает трусики, да, вот, ну, не прямо вот какается, но заметили, что вот у него, да, есть вот это пачкание. Какая реакция родителя? То есть, мы ни в коем случае не говорим ему, ну, ты что такой взрослый, а такими вещами занимаешься? Ни в коем случае. Потому что это его работа. Ну, скажем так, до 9 лет это его работа – кушать и какать. Нет, если мы берем уже такого, там, 10-летнего какого-нибудь, или там, ну, вот уже там, не знаю, или в школьном возрасте, там, 7-6, там, не знаю. Надо, надо мягко, очень нежно выяснить причину, как это происходит, почему это произошло. Потому что ребенок мог просто задуматься, мог еще какие-то моменты. А если это регулярно, например? Если это регулярно, значит, надо смотреть, тогда уже надо, ну, согласовать, может, с врачом поговорить каким-то образом, да, то есть, там, какие-то, надо просто смотреть, что было до этого. Вот, вот, еще раз говорю, Врач там вам ничего не скажет. Вы что, придете к врачу с такой проблемой, он же назначит, не знаю, там, на глистов мозг сдавать. А может быть, глисты есть. И такой вариант может быть. Потому что черви, дети же такая, ну, такая, да, вот он взял руку, вот с Ариной мы вчера ходили, да, она по эскалатору вот так рукой ведет, и только в рот, и говорит, дочь, ну, зачем тебе эти червяки в животе? Сама подумала, они будут вот такие длинные, там, прочие моменты. То есть, смотрите за своими детьми постоянно, да, что они делают, как они делают, как они проживают эти опыты. То есть, мы все погружены в свое беспокойство, и мы забываем, что, знаешь, как дети, они сами растут, да, да, может быть мне сейчас 50 лет, да, и ребенок маленький, да, конечно, когда те двое росли, ну, такого времени не было, там, я в 8 утра выходил на работу, я осознал, что у меня дочь, когда, вот, когда ей было 3 года, да, у меня были уже начались эти ситуации, я зашел домой усталый, разбитый, мне было плохо, у меня уже печень там отваливалась, и она просто выбежала, это маленькое трехлетнее отсюда, руки вверх вытянула, говорит, папочка пришел, любименький, любименький пришел, знаете, у меня как рюкзак упал тогда, и тогда я просто осознал, что у меня есть, ну, что такое, когда папу любит девочка, да, что это, ну, это, я не знаю даже, как это назвать, это чудо, а как это назвать, когда папа от своей девочки отгораживается и забывает написать, ну, я же в книге писал, как бы, есть два вида людей, да, есть идиоты, а есть дураки, ну, как ты думаешь, я считаю, что люди, которые от своих детей, ну, как бы, закрыли с ними общение, они реально идиоты, вот по мне так, это идиоты, да, это просто реально идиоты, оконченные, вот по моему, просто с ними уже даже, не знаю, работать не работает, не надо, не надо их осуждать, они такие, какие они есть, почему идиот это, иди от, иди от себя, он себя-то боится, он просто не может взять ответственность за самого себя, где там уже о детях-то говорить, вот здесь не нужно осуждений, там, плохой он, хороший, там, нет, я сейчас не с точки зрения осуждения, а могут ли поменяться эти люди, или это уже конченая диагноз, когда человек, когда человек приходит к себе и осознает, вот, осознает, бывает, это поздно приходит, да, вот фильм последний, по-моему, про елки был, да, там мальчик, вот последние елки, я смотрел, у меня там чуть слеза не навернулось, да, когда вот он там с отцом не мог помириться, да, это тот самый случай, когда отец просто ушел, бросил там, у них между мамой, между мамой и папой, грубо говоря, произошел конфликт, они друг на друга сильно-сильно обидели, да, вот, вот третий вебинар у меня будет, как раз вот поэтому, сейчас вот вебинар будет про первую любовь, и про невесту, мы говорили уже об этом, да, а вот третий уже будет, как раз, вот я когда приеду с семинара, мы пойдем в отношения супружеские, то есть это прям притча во языцах, прощать себя вот в этих отношениях, почему, потому что там столько обиды, столько всего, особенно, знаешь, еще очень интересный момент, мне очень много женщин пишут и говорят, вот я бью своих детей, бью, мы разошлись с мужем, а я не могу остановиться, я его бью, да, или там ее бью, девочка похожа на отца, обида на папу, она подсознательно просто ее колотит, не знает, что с этим делать, я ее люблю, я не могу остановиться, вот это вот обида, она во мне сидит, да, вот выпустить эту обиду, это же, ну это возможно, снять это все с себя, и идти дальше свою жизнь, понимать, что от этого ребенка ты никуда не уйдешь, да, то есть можно уйти там от мужа, но дети-то с тобой всегда будут, и они всегда будут проявления тех, именно тех ролей, которых ты не принимала в муже, или там тех ролей, которых ты не принимала в жене. Миллион процентов, ты прав, сейчас я вижу прямую просто доказательство твоих слов в моем Макаре, Макар сын своего папы, и с его папой я разошлась, первая причина была, и то, что он мне врал, я не могла принять то, что он на всякой херне попадался, вот просто реально вот там, я ему говорю, ты поставил бутылку на холодильник, нет, я ее не поставила на холодильник, я поставила ее в холодильник, и вот будет упираться, я говорю, так вот же она на холодильнике, ну то есть, такое, знаешь, вот прям вот какой-то непонятный, патологическое, маниакальное вранье, на котором я вот, прям до трясучки меня она выводила, и смотрю, Макар, вот просто на пустом месте, какую-нибудь херню спрошу, вот собственно ему не надо, а мне сейчас обманывать, ничего не произойдет, что он меня сейчас не обманет, его никто ругать не будет, он не попадет в проблемы, ни в какие, но берет и обманывает, вот на пустом месте, я думаю, о, папа, здрасте, приехали. Здравствуй, здравствуй. И по первой мне хотелось его прям как папу, знаешь, с папой ты можно разойтись, а с ребенком ты уже не разойдешься, и как-то с ним надо вот. Да, и эти опыты ты будешь проживать всегда, поэтому вот снять с себя, вот это вот, ну, это шиза, знаешь, тотальное прощение всего на свете, да, вот к чему нас приучили, ты должен быть хорошим, и должен всех прощать, да, ты должен всех прощать, и это как раз тот внутренний родитель, надо важно прощить другого, но прощить другого, даже можешь выписывать, вот я даю людям возможность, такие вот, на своих эфирах говорю всегда, вот вы хотите кого-то простить, напишите там, вот вы занимаетесь, допустим, процессами медитативными, да, напишите, кого вы хотите просить, это не только может быть мама и папа, там, какого-нибудь Васю соседа, который тебя палкой ударил, там, еще кого-то, но это даст возможность тебе, через этот мостик, зайти там, где ты обиделся, да, получается, смотри, на моем примере, меня бесил Макаркин папа тем, что он меня врал, то есть я не принимала в себе своего лжеца, правильно? То есть я не хочу верить, то что я тоже готова так же вот по мелочам обманывать и врать, так, что мне с этим делать? Надо зайти в то место, где ты стояла возле холодильника, и убить его готово было, и забрать свою Сашу оттуда, мы же, это простой вариант, и вот психолог для самого себя, это постоянный такой вот момент внутреннего родителя, который отслеживает эту ситуацию, если тебя что-то раздражает, то тебе не нужно кричать на него, а просто зайти в самого себя и посмотреть, где такая ситуация была, подсознание мгновенно картинку выдаст, как только ты начнешь его тренировать, он будет выдавать, у меня бывают моменты, вот стоит человек, начинает там, ну, какие-то там шумы, крики, оры, там, ну, всевозможные, смотришь на него, и первый вопрос, меня это цепляет или не цепляет? Ага, зацепило где-то, начинает поджимать, ну, прям чувствуешь... Подожди, подожди, я хочу понять, вот смотри, ты говоришь, подсознание сразу откроет картинку, где тебя выбесило, там, на моем случае, вранье, вот я сразу вспоминаю, как Василисин день рождения, мы едем в ресторан, и перед тем, как выехать в ресторан, я поехала на укладку, и ее папа, я приезжаю домой, а папа ее выпил пиво, зачем, перед рестораном, мы же едем сейчас, выпьешь там спокойно, с родными, с друзьями вина, взял, выпил пиво, еще какой-то сервелат, спрятал его в тумбочку из-под кровати, я открываю эту тумбочку из-под кровати, а там это сервелат, зараза, и смятая бутылка из Балтики, такая, знаешь, спрессованная, прячется от меня, и вот это меня, получается, меня, это раздражила ситуация, но она меня выбесила из-за того, что я в себе могла допустить вот это то, что я тоже так могу, получается, ну, давай, давай, давай прям по алгоритму, вот сейчас, я думаю, всем это будет интересно, как это по алгоритму, вот легко делать, во-первых, первый вопрос тебе задаешь, да, вот, что со мной сейчас происходит, да, понять географию, вот, вот сейчас, вот данный момент, вот ты вспомнила, смотри, как он тебе сразу раз вышел, да, этот образ, ведь из всех образов, там, с бутылкой на холодильнике, прочее, тебе вышел именно образ сервелата, да, фу, да, и вот этого джерманского пива, или как там, хуч какой-то вообще, тут вина можно купить нормального, а тут какая-то калкашка, и сидит, смотри, теперь дальше, давай смотреть, вот, ты это видишь, а вот что ты сейчас чувствуешь, вот это, где это происходит, в теле сейчас, вот тут, вот, вот этот, да, момент, есть, нашла уже, да, вот, ощущение вот этого, то есть в теле это, в теле это до сих пор осталось, понимаешь, да, то, что мы говорим, вот сейчас, вот, ну, именно по алгоритму, если брать, то как работает психосоматика, как это включается, то есть неожиданно, трагедично, индивидуально, другой бы открыл, ну, увидел эту колбасу, да и ладно, а у тебя, давай по-другому, у тебя праздник, у тебя вот очередь день рождения, да, то есть ты там готовилась, ты что-то делала, я готовилась не то снова, все деньги потратила, а он-то ничего не делал, или что-то делал, для этого дня рождения, почему же этот сервелат-то сожрал, смотри, какая ситуация, да, и ты как бы хотела получить праздник, ну, такой, бух, все пришли, все праздники, давай назовем, давай назовем эту роль, кто это, кто хотел сделать, ребенок, не знаю, нет, это сделал, это делала такая, я же мать, удивительная, я же мать, которую должны были похвалить, за то, как я красиво все сделала, да, но когда он пьяный, он тебя никогда не хвалил, понимаешь, да, какая ситуация, и там, ребенок замешан, да, я же мать замешана, то есть там все роли, я хотела красануться перед его родителями, потому что они меня все время как бы смотрели на меня свысока, они такие обеспеченные люди, а я тут хотела, я сняла полностью шоколадницу, полностью закрыла кафе, только под нас, реально все сама организовала, купила там в бурдовом бутике Василисе красивую кофточку, и мне хотелось, чтобы меня похвалили, чтобы все оценили, как классно я все организовала, и тут сервелат, блин, и ты понимаешь, смотри, сервелат дальше, что когда родители увидят пьяного сына, пьяного сына, они тебя уже не похвалят, им станет стыдно, да, им станет стыдно за него, и все, похвала, вот все, что ты делала, похвала исчезла, ее нет, и вот это сжатие и произошло, и не будет вот этой красивой картинки, когда все придут, увидят нашу семью, такой ми-ми-ми, фоточки, прям ми-ми-ми все, да, будет, не пойми ничего, и все рассыпалось, как мыльный пузырь, и там сидит Саша, и ей больно, и вот момент такой, что просто вытащить ее оттуда, ну то есть просто сказать, Саша, ну пойдем уже, ну хватит там сидеть, схлопнуть два пространства, ты это можешь сделать сама, мы это можем делать после эфира, я знаю, да, я знаю, как ты это делаешь, мы просто берем ту Сашеньку, смотрим на нее со стороны, вот нашей сегодняшней Саши, как ей там плохо, больно, обидно, и, я прощаю себя там, я прощаю себя, и я забираю себя, иди ко мне, моя дорогая, и когда мы вот просто приносим руки вот сюда к груди, забирая за плечи ту растерянную девочку, в душе, в груди становится тепло, и вот это вот чувство, гадливости вот этого блевотного состояния, оно тоже начинает рассеиваться. И дальше ты просто проговариваешь, я открываю свое желание, да, я разрешаю себе это желание, я готов его получить, я открываю это желание, все свое, ты эту энергию начинаешь заводить именно на свое желание, чтобы она не пошла опять на искание от этих травмированных ролей, а именно пошла на свое желание, и ты так начинаешь наполнять свое желание, казалось бы, вот куда проще-то. Ну, только единственный нюанс, что тело начинает просто ломать, потому что за это время, когда Саше было 25 лет, и когда Саше сейчас 36, прошло 10 лет, и на теле-то уже сформировались там, ну, все эти травмы, все эти ситуации, они не только имеют географию в теле, а включаются биологические программы, и когда происходит момент, начинает цепляться, и начинает колбасить. Почему я говорю, Короче, похоже, мне ждать сейчас какого-то выхода, раз мы там закрутили, поняли, откуда это идет, сейчас у меня какая-то вылезет, застрявшая. Да, это очень... Те же циститы, о которых мы говорили, вот у меня, наверное, девочек, наверное, 12 было с циститами, ну, такими сильными, там, не знали, что делать, да, вот человек 8, допустим, человек 5, у них сразу они как-то прошли, ну, какое-то время, 3-4-5 дней, и отлетело. Некоторые, вот как ты говорила, то есть там нужно было сделать комплекс мероприятий, там, каким-то образом, а у некоторых и не отцепилось. Значит, не разрешили себе, да, зайти в эти состояния. где-то это произошло, потому что я говорю, я не этот, я же не Иисус Христос, да, чтобы слепому два пальца там в глаза плюнуть, ну, да, вот, смотри, тут вопросы такого характера пошли, разбалансированы, гормональный фон неустойчивый, как гармонизировать, мне кажется, это очень слишком обширный вопрос, там надо... Благодарить, благодарить, да, а вот именно здесь, вот мне тоже девушка вчера написала в прямом эфире, у меня гормональный фон, то есть врачи назначили гормональные лекарства, что мне делать? Врачи же назначили, но я считаю, что если врач один назначил, попади еще к двум-трем, да, пусть они поспорят. Да, я всегда говорю людям, возьми второе и третье мнение, обязательно, если ты чувствуешь, что назначение врача тебе, вот, не ложатся, вот тебе назначили, а ты как-то такой, ну, блин, не уверен, что-то я не уверен, да, я никогда не пойду делать то, что сказал мне, только один доктор, я обязательно, даже если это хороший доктор, которым я влюблю, да, вот там мне, например, что-то скажет, кто-то мой такой, прям проверенный доктор, я пойду еще у двоих уточню, а вот тут это, и потом из всех твоих мнений я выберу то, что мне отозвалось, то, что мне... Но самый главный момент здесь, Александра, вот самый главный момент, это как раз внутренний родитель, взять ответственность за себя, да, то есть вот, просто взять ответственность, да, сказать, да, это моя ситуация, мне нужно с ней понять, вот, я скажу так, что вот с врачами, да, 42 года мне было, да, мне признали, ну, прицерозное состояние, там какая-то вена в печени, там что-то раздулась, ну, практически спецероз, вот уже все, как бы, ну, с последней стадии, там уже какая-то жидкость начала отделяться, там, я не понимаю, вы там мне выдали эту справку, вы какая поставили третью группу, потому что я просил, умолял, чтобы мне не ставили вторую, потому что, ну, как, со второй группой, что делать-то, да, и тогда я просто, когда вот мне жена сказала моя, да, хочешь быть счастливым, будь, мне очень понравилось, понимаешь, да, и я взял, вот именно тогда ответственность за самого себя, да, что, вот, то есть я уже понимал, что все, ну, реально все, да, то есть есть один шанс из миллиона, чтобы вылезти из этой ситуации, и тогда, да, тогда я пошел, я не откладывал там таблетки врачей, да, ну, какие-то там мне назначали, прочее, да, но я шел там в голодание, я уходил там по 8-10 дней в сухую голодовку, да, то есть там, чего я только не делал, я за год стал мастером рейки, да, там за два года с магистром космоэнергетики, то есть я искал все пути, которые возможны, вот реально все, я тратил на это колоссальное количество времени, и вот благо меня жена поддерживала в этом моменте, да, причем, такая ремарочка про жену мою, да, я ее очень люблю, то есть я был тот самый последний русский, который забрал ее у француза, то есть француз, миллионер там паренек, по шраме у Саи Бабы 5 лет пробыл, да, она должна была вот замуж выходить, и я там, скажем так, с тещей подружился, прочее, прочее, говорю, Марин, все, давай, выходи за меня замуж, и она променяла меня, ну, мультидолларового миллионера-должника, у меня 5 миллионов долларов долга было в тот момент, печени не было практически, да, то есть поменяла на здорового молодого красивого парня, скажем так, француза, который жил в Санхай, уехал в Санхай, потом в Францию, там, ну, то есть вот такая ситуация произошла, да, и за что я ей очень сильно благодарен, ну, то есть это да, но я вообще очень хороший просто человек, и я на самом деле, я брал все, что можно было брать, потому что у меня была задача выжить, если я взял ответственность за себя и за свою семью, значит, ну, я мужчина, и я должен просто быть живой, здоровый, богатый, красивый. Да, вот эта женщина твоя, чтобы она тебя выбрала и в своем выборе была счастлива. Да, 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 потому что это ответственность моя, да, перед ней, и смотри, какое он рыжее чудо получилось, чудо расчудесное. Очень чудесное, правда? Да, это правда, то есть она меня, как бы, вот, то есть все, что касается именно психологии, и всех этих моментов, да, то есть она меня и с Ферролеонтиной познакомила, да, мы там ездили на какой-то семинар их, она там занимается косметикой, познакомился с Ферролеонтиной, которая меня за руку взяла, я повела в психологию, все, все начало складываться, как, знаешь, как по ступенькам, вот, как вот та самая дорога из желтых кирпичей, когда ты идешь внутрь самого себя, происходят удивительные моменты, удивительные чудеса. И здоровье каким-то образом поправилось, да? Чего сейчас с печенью-то, Эдгард, поделись. Да, прекрасно, вот, вот, буквально анализы сдавал, я каждый год даю анализы, мне просто самому интересно, нормальная печень, ну, 52 года есть, конечно, свои изменения. Ну, то есть, от тех, которые были серьезные отклонения, их уже не диагностируют? Просто вот чудеса, вот, реально, когда ты начинаешь идти по этой дороге, да, происходят чудеса, прям, реально, врачи, те, 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 которые смотрели эту печень, у меня же, там, вот, ну, чтобы получить, ну, когда ты просто болтаешь, ты просто болтаешь, да, а когда получаешь, кто знает инвалидность, да, то есть, там собирается вот такая вот кипа бумаг, то есть, там, все подшивается, прошивается, печатями ставится, когда она выкатается, все выходит, ну, это, это не просто слова, там, подшиваются все эти, УЗИ, там, как они, эти вот, когда вот такую иголку тебе под печень, вот сюда встают, и вытаскивают кусок из печени, я не помню, биопсия, по-моему, ну, то есть, там, столько, столько всяких анализов, та же самая ситуация, мне, когда один врач сказал, я же ему не поверил, я пошел к другому, к третьему, в Корею съездил, там, там целый процесс был. Эдгард, а вот девушка спрашивает, если делаешь медитации, вот, твои, то рейки подключать, массаж тоже можно? Да, не вопрос, но там намного мощнее энергии идет, медитация, да, не вопрос, конечно, подключайте, если у вас... Я все делаю, и рейки, и когда приезжаю в Москву, и медитации Эдгарда, и вообще, я все возможные способы, пробую, и все, потихонечку, капелька, капелька, и получается то, что... Ты статворец своей жизни, вот это медитации, которые, это просто мой путь, и я им делюсь. Почему это стоит три копейки? Только для того, чтобы человек взял и попробовал. Подойдет, не подойдет. Или как мне одна девушка пишет, пробовала я ваши медитации слушать, там, ничего, это все фигня, типа, у меня ничего не получается. Ну, не получается, не получается, но сделайте что-нибудь другое. То есть... У каждого свой выбор, у каждого свой путь. Твоя задача показывать женщинам, как можно быть, в любви, в процветании, в благополучии. Моя задача оживить темные стороны человека, да, показать, что они есть на самом деле, и как это влияет на здоровье. То есть, я все это делаю через себя. Я не могу что-то, ну, сделать человеку, не пройдя это сам. Вот на себе, пока я это не пройду, и не пойму, что это работает, и работает на мне, да, то есть, если это работает на мне, это будет работать на другом. Согласна полностью, именно так же я и строю все свои выходы на публику, все свои семинары. Я рассказываю исключительно о своем опыте, потому что что-то еще, что еще можно полезного передать людям, что еще хорошего ты можешь сделать в своей жизни, как просто не передать свой опыт дальше другим поколениям, другим людям, чтобы они разносили драгоценные капли твоего опыта, делились им, и делали свою жизнь лучше, счастливее, красивее. Смотри, какой момент, да, вот, даже, даже вот, по-другому даже, если взять, да, то есть, вот, ты сказала о своем опыте, человек его прожил, но это уже его опыт, вот у меня буквально, там, вчера был момент такой, мой бывший организатор, звони, там, какая-то девочка в Хабаровске, то есть, фразу написала под своим именем, который мне Аглая Тандашидзе подарила на моем семинаре, да, я говорю, да ради Бога, ну вот надо ей так, вот хочет она, она прожила этот опыт, жила была девочка, не было ни суда, ни совести, а все остальное у нее было, да, я говорю, ну нет суда и совести, она же по-честному заявила об этом, понимаешь, поржали, посидели, то есть, это уже ее опыт, и на здоровье, то есть, это о чем говорит, что она этот опыт уже прожила, и осознала его, и уже говорит как свой, и слава Богу, чем больше людей будут проживать опыт, который, ну кто-то, я же тоже, допустим, момент какой, я же тоже ничего не придумываю, мне интересна эта ситуация, я погружаюсь в нее полностью, я получаю оттуда, свое, я смотрю, что у меня работает, что не работает, и это уже мой опыт, и я делюсь уже своим опытом, прожитым, вот это, наверное, самый главный момент, чтобы человек осознал, что в любом случае, пока он просто, вот знаешь как, списал ту же медитацию, положил у себя в компьютере файл, да, и она у него есть, ну, с ним же ничего не произойдет, как только он начинает это проживать, проживать через себя, пропускать через себя, осознает, вот вытащил какую-то, хотя бы одну ролюшку небольшую, да, получил энергию, там, осознал, что происходит, вытащил другую, там его где-то поколбасило, где-то какие-то моменты осознания, то есть, это процесс жизни, нету таблеток, нету, в психологии нет таблеток, да, чтобы выпил таблетку, тебе раз сразу, там, деньги привалили, раз сразу, там, вот, жизнь удалась, да, раз сразу, там, мужья красивые, принцы, там, понаскакали, один на белом, другом на черном коне, там, третий, там, на рыжем, да, там, один, там, в такой-то шапке, другой, то есть, это твоя жизнь, и по вере вашей вам дано будет, то есть, все это для того, чтобы ты создал свою веру, сформировал свой контекст проживания, и осознавал, что вот происходит с тобой что-то, тебе говорит кто-то что-то, да, как это приведет тебя к твоему желанию, если тебя это раздражает, посмотрите, если тебя это вдохновляет, здорово, то есть, ты проживаешь свой путь, каждую секунду этого времени, в проживании, в своей жизни, в наблюдении, в наблюдении, да, и вот зачем, когда тебя раздражает, когда тебя колбасит, задай себе простой вопрос, а мне-то это зачем, а почему ты не радуешься в эту секунду, а наоборот грустишь, или там тебе плохо, или ты в гневе каком-то, или тебя что-то раздражает, или там сервелат ты нашла в тумбочке, да, и тебя там колбасит, а что не радуешься-то, кусок сервелата остался целый, завтра чаю попить хватит, какое счастье, как говорят буддисты, да, то есть какое счастье, это испытание нам дано для того, чтобы получить энергию для наших желаний, когда ты, вот дурак это, когда ты осознаешь, что все, что не происходит, тебя ведет к твоему желанию, потому что дуэ это около, а ра это солнце, а идиот, который бежит от своих желаний, да, снимает с себя ответственность полностью, да, и все вокруг виноваты, то есть я виноват, все вокруг виноваты, я хороший, вы все плохие, вы меня не понимаете, поржать только, если надо. Ну что, я предлагаю на этом нам попрощаться, у нас еще впереди много прямых эфиров, до семинара остался целый месяц, это значит, что у нас... Какое счастье, скоро увидимся. Да, скоро увидимся, еще раз напоминаю, что мы скоро с вами встречаемся на моем туре, на высоких вибрациях, где с вами будем, все то, что мы происходим, проходим здесь сейчас в теории, будет происходить на практике, прямо вам всем дадим возможность подняться на те самые высокие вибрации и научиться их самих себе удерживать, чтобы вы могли пользоваться этими науками каждый день, в любых ситуациях, когда тревога, когда неуверенность, когда хочется пообсуждать, поосуждать, опуститься на какие-нибудь неприятные эмоции. Эфир я обязательно сохраню, Night Spendix, я вас читаю, я вижу, что вы знаете все мои песни наизусть, мне очень приятно. Вопрос был про мои глаза, да, у меня настоящие глаза, это не линзы, это зеленые глаза, и мы с вами всеми обнимаемся, прощаемся. Еще можно два слова добавить? Вот все вопросы психосоматические, потому что их тут очень много. Очень много. Да, напишите мне в директ, я каждому отвечу, у меня такая привычка, я к каждому, кто мне напишет в директ, я отвечаю. Эдгар, благодарю тебе, это так мило с твоей стороны. Ребята, кто еще слышит, это большой прекрасный подарок от Эдгарда к каждому из вас. Да, то есть, потому что тут надо просто несколько вопросов каждому задавать, что происходит именно с вами, чтобы какое-то осознание у вас произошло, не просто, то есть, если вы хотите просто узнать психосоматику какого-то явления, зайдите в Google, наберите новую немецкую медицину, он вам выдаст все, что угодно. Да, но все-таки нужно более конкретно, потому что кого-то могла, например, ссора с мужем абсолютно пройти, не замечено, а кому-то это просто вот все, щитовидка полетит. Да, 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 поэтому пишите в директ, я отвечу каждому человеку, кому надо этот вопрос интересный. Я тебя прям расцеловываю, ты самый щедрый, самый добрый из всех, кого я знаю. Я знаю, я такой. Благодарю тебе, благодарю всем. Счастливо. Прекрасного дня, вечера и ночи.